В последнее время много как-то вот размышляю и разговариваю о том, что такое рождение заново. Но я не буду сегодня проповедовать о рождении заново, я просто хочу вот эту мысль еще раз передать. Что такое второе рождение или рождение заново? Это возможность начать и прожить, знаете, не просто начать новую жизнь. Знаете, потому что начинаем мы часто с понедельника, очень много чего, да? Это вообще не об этом, а это именно вот о том, что есть целая жизнь, которую Бог для тебя приготовил. И вот она именно вторая, она новая. Она именно дается человеку не первый раз, когда он родился маленькому человеку, а вот именно человеку, который наделал ошибок. Понимаете, вот мы все люди, которые в той или иной степени наделали ошибок. Или вот просто, ну вот как-то мы прожили, да, и у всех у нас есть, вот эх, если бы вот тут бы повернул сюда, или здесь бы вот повернул сюда, или еще что-то, или здесь. Да, и вот, то есть, вот это вот и есть некое такое разочарование греха. Да, что такое грех? Это мимо, мы уже говорили. Вот, Иисус умер для того, чтобы человек не жил во грехе, чтобы человек не жил вот в этом мимо, не жил в разочаровании, не жил вот... И когда человек недуховный, не знает Бога, не знает о втором рождении, не знает об Иисусе Христе, того, что он дает, вот он хочешь, не хочешь, он будет все время про свою жизнь говорить так. Ну вот, если бы, а если бы, а если бы, а если бы, знаете? А вот когда живешь с Богом, вот у меня там с 21 года, да, как началось, я вообще не могу сказать, а если бы, вот было бы что-то по-другому. Оно само просто мышление, когда ты с Богом живешь, оно вообще, ну, как бы становится другим. Нету вот этого, а если бы, все, слава Богу, понимаете, вот реально. И даже твои ошибки, которые выглядят ошибками, они являются не ошибками, да, они являются вот это вот для тех, кто любит Бога. Что там? Все содействует ко благу для тех, кто любит Бога. Все. Для тебя это становится уже определенными какими-то поворотами, наоборот, входами во что-то, во что бы ты без этого не вошел. Все, Бог во всем содействует ко благу для тех, кто его любит. И ты вот, ну, ты живешь совсем по-другому. И это вот и есть возможность иметь вот эту новую жизнь, но с опытом прошлой жизни. И это тоже огромный бонус. Вот мы действительно рождаемся в эту жизнь, не умея жить. Вы это понимаете или нет? Мы не умеем жить. Это вот, ну, почему? Ну, потому что мы не жили никогда. Как мы можем уметь? Ты умеешь играть на пианино, если ты никогда на нем не играл? Ну, конечно, не умеешь. Ничего не умеешь делать. Все, что ты начинаешь делать, нет такого вот. Потому что люди часто там смотрят, вот кто-то что-то делает или работает, и говорят, а я не умею вот. Ну, ты и не пробовал, ты и не учился. Да и не можешь это уметь. Как ты сразу вот. Вот у меня даже самые простые движения там. Мы шпаклюемся ребятами. Они настолько простые движения, что вот тебе кажется уже, когда ты все время этим занимаешься, думаешь, что вот, ну, а вот тут у человека руки так не поворачиваются, не гнутся, у него шпаклевка падает, у него вот, ну, не получается, он не умеет. Но если он делает, 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 и потом раз, он уже умеет. Вот так же, в принципе, и с жизнью. Мы приходим в эту жизнь, да? И поэтому есть такая иллюзия, что мы начинаем смотреть на других людей, как будто бы вот они умеют, а мы не умеем. Есть у вас такое? Вот есть какие-то, может быть, там, кто-то любит смотреть на какие-то семейные пары, как будто бы у них вот там вот все в порядке. Ну, почему-то все знают, что вот там обычно не все в порядке. Даже если картинка красивая. Я такие картинки видел, что приходилось знать такое, что вообще на картинке все в идеале, а в реальности есть прямые удары в нос, да? И как с этим жить, да? Не умеем жить, но вот Бог это знает. Знаете, вот насколько вот наш Бог чудесный Бог, что Он уже для людей задумал именно эту модель. Дать им возможность жить второй раз. Скажи аминь. Аминь. Принимайте это, потому что, ну, вот это реальность. Знаете, это не просто попытаться жить второй раз, а это реально вот полная-полная жизнь. И вот я говорю, приходится вот даже беседовал, что настолько эта жизнь бывает вторая и новая, что даже меняется внешность у человека. Меняются мозги у человека, да? Меняются ценности. Вот все меняется у человека. Потому что вот, ну, это реально вторая жизнь. Это реально новый человек. И вот об этом, в принципе, у нас новый завет. Вот, поэтому доверьтесь Богу вот в этот вот процесс. И я сегодня хотел поговорить об одном человеке, о Петре. Вот что-то пришел он мне в голову. Вот такой персонаж Петр, который встретился однажды с Иисусом. У меня есть проповедь, тоже вот про него, и, наверное, это будет часть этой проповеди, которая называется «Обычные люди». Вот ты кто? Обычный человек, нет? И, ну, как бы вот есть люди-звезды, да, на которых мы смотрим там в телевизоре, там еще где-то, да, вот они какие-то, да. А вот мы обычные все, правильно или нет? И все у нас как-то вот по-обычному и так складывалось. И вот был такой обычный человек Петр. Да, было вот куча разных и знаменитых людей, да, даже вот во встречах с Иисусом. Был Никодим, учитель. Был Павел, которого Бог изначально вот готовил, да, провел его через фарисейство, через все что-то. А был просто рыбак Петр, у которого был брат Андрей, который вот был обычным, так сказать, верующим человеком. Да, Петр же был верующий человек, да, по тем меркам, что, да, он говорит там, никогда я не ел ничего нечистого. То есть он соблюдал традиции, он соблюдал какие-то вещи, но был рыбаком. И вот, ну, как бы, вот как обычный человек, он мыслит. Ну, вот я рыбак, и рыбаком живу, и рыбаком умру. Правильно? Ну, а чем может быть? Вон я тоже смотрю, вот мой папа был там, я не знаю кем там, да, инженером, прожил свою жизнь, закончил инженером, да, кто-то там трактористом, кто-то еще кем-то, да. И вот мы уже вот автоматически на себе тоже поставили. Вот и Петр был такой рыбак, который просто рыбачил, просто ходил, может быть, в церковь, да, ходил в синагогу. И вот что вот изменило его жизнь? Иисус, встреча с Иисусом. И вот, ну, понимаете, да, потому что вот обычный человек, он как бы сильно вот не рассчитывает на то, что вот что-то такое чудесное в его жизни произойдет. Сильное такое, но именно вот в жизнях обычных людей и происходят вот такие вот необычные, да, и меняющие просто кардинально жизнь, встреча. Да, вот мне этим и нравится Иисус. Знаете, что он не приходит к знатным, он не приходит к великим, не приходит к мудрым, он приходит к обычным. И, да, и вот, и потом мы читаем послание Иакова или еще там кого-то, да, что немногие из вас, братья, были знатными, мудрыми, да, но Бог и избрал именно вот таких, которые вот не мудрые, не знатные, не велик, для того, чтобы посрамить знатных, мудрых и великих, да. И вот просто Иисус его выбирает. Просто мы видим, что вот сам Бог наблюдает за жизнью обычных людей. И я то, что я сегодня хочу передать, чтобы ты вот посмотрел на свою жизнь, что Бог наблюдает за твоей жизнью, что Бог всегда наблюдал за твоей жизнью, и то, что ты встретился со Христом и сейчас слышишь проповедь о нем, это, знаешь, не что-то такое вот второстепенное или маловажное. Все вот именно и будет зависеть от того, как ты к этому отнесешься. Именно ты как к этому отнесешься. Захочешь ли ты сам поверить в то, что ты избранный? То, что вот ты такой обычный человек, как Петр, который уже подумал, что вот у меня совершенно обычная жизнь, она такая пройдет и вот так вот закончится. Но уже то, что ты слышишь сегодня проповедь о Христе, и можешь здесь сидеть, и не убегаешь, и не знаю, по каким обстоятельствам, да, кто-то в центре находится, да, у кого-то вот какая-то нужда, кто-то еще как-то, но вот ты тот обычный человек, как Петр, но имеешь вот эту вот сегодня такую привилегию, да, не совсем правильное слово привилегия, но во всяком случае оно близко к тому, что я хочу выразить. встретиться с самим, понимаете, вот с самим, да, вот даже другого с самим кем не надо ставить. Знаете, вот у нас мы иногда всяким начальником такое вот присваиваем имя нарицательное – сам. Да, вот про Путина можно сказать – сам. И вот, знаете, и вот Христос, да, вот нету выше него никого. Нету. Это имя выше всех имен. И вот Петр, ну, и вот Петр, вот он имел эту способность, будучи обычным человеком, увидеть Христа, вот, и принять его вот именно в том, кто он есть. Понимаете, и вот Иисус взял, поэтому, Петра и сделал его вот этим вот камнем, да, он говорит, ты камень, и на всем камне я построю церковь мою. Он не построит церковь, но он, как бы, первый вот этот вот камень, потому что основание скала – это Христос. И давайте вот прочитаем 16 глава Матфея. Вот почему Петр – это Петр? Где вот происходят вот эти вот его настоящие откровения, в чем они заключаются? 16 глава с 13 стиха я прочитаю. Матфея. Придя же в страны Кесарей Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Вот это вот знаменитейшее местописание, ключевое местописание, вот того важного для самого Бога, откровения, того, что Он ждет от нас, того, что Он ценит в нас, вот именно это, что кто я? Он говорит, вы за кого меня почитаете? И вот этот вот Петр берет на себя вот эту вот инициативу, ответственность, я не знаю, что, но он заявляет, ты Христос, сын Бога живого. И получает в ответ, блажен ты, Симон Петр, ибо не плоти кровь открыли тебе это, но сам Отец, сущий на небесах. И вот оно, как бы, ключевое откровение христианина. Кто такой христианин? Кто такой Христос? Да, вот веришь ли ты действительно, да, то есть вот в то, что то, с чем ты встретился или с кем ты встретился, да, это действительно, ну, не случайно. Ты не просто так здесь, да, что это не просто вот так вот в твоей жизни случилось, что ты попал вот к таким-то христианам, где ты услышал вот проповедь о Евангелии, и вот теперь вот ты такой, не понимая, почему ты такой. Вот Иисус поправляет, ну, как бы, направляет здесь Петра, что то, что ты вообще вот это произнес, и то, что тебе открыто, то, что ты вообще можешь об этом думать, и это слышать, да, как-то вообще вот находиться в этой информации, это не от человека. Ты не от человека этому научился. Это Божье откровение. Это фундаментальное Божье откровение. Вот именно какие здесь, да, данные первоначальные. Обычный человек, встреча с Христом, слышит Евангелие и отвечает то, что есть у него в сердце, то, что он думает, да. Иисус говорит, это не ты сам придумал, это Бог тебе открыл. Ты блажен именно из-за этого, что у тебя есть вот это вот откровение. Поэтому вот это вот и есть настоящее, как бы, единственное, правильное, настоящее откровение любого христианина, настоящего христианина. Потому что вот честно, положа руку на сердце, не все в церкви христиане. Не все имеют это откровение. Не все живут откровением. Некоторые просто идут, потому что идут другие. Это тоже нормальные процессы, да. То есть, как бы, мы каким-то процессом просто идем. И это хорошо, что мы находимся вот в определенном собрании, да, где проповедуется слово. Я говорю, и не сразу мы к этому приходим, но вот нам нужно это откровение. Нам нужен этот фундамент, нам нужен этот старт, нам нужно это действительно вот, ну, с собой разобраться, да, спросить себя, а за кого, да. Христос нас всех об этом спрашивает. За кого вы меня почитаете? Кто я для вас? И вот это вот ты, Христос, это же, ну, так просто уже для просвещения, что Христос это не фамилия, знаете, да? Иисус Христос. То есть у нас имя и фамилия. Иисус Христос это титул, высочайший титул, в котором вот заключено вообще все. Евреи, они вот ждали Христа, это было ихнее упование, что вот придет Христос и все решит. Почему? Потому что он Христос. Знаете? И все. То есть не почему-либо другому. Как он решит, я не знаю. Почему он решит? Потому что он от Бога. Потому что он настолько от Бога, что вот для него нет ничего невозможного. Вот что для них, вот, ну, более-менее так, да, чтобы не говорить много слов, вот что для них значило Христос. То есть этот вот Божий ответ, который решит для них все-все-все их проблемы. И это действительно так. Понимаете? И вот и для нас это так же. Что, почему он говорит, что я есть путь, истина и жизнь. Да, вот этот вот набор. Я и путь, я же и истина, и я же сама жизнь. Да, то есть вот полный комплект всего того, что тебе нужно в жизни. Куда идти? Христос. Как жить? Христос. Как думать? Христос. Все, да, все Иисус. Да, и он говорит, я путь, истина и жизнь. То есть там, да, вот я говорю, это и дорога, это и истина, это, да, ну, что-то вроде знания и понимания, а жизнь, это вот, ну, сама жизнь. И вот это все Христос. И понимаете, вот поэтому заявить для Петра, да, что ты, Христос, Сын Божий, это стоило, это значило, да, то есть он его не просто назвал даже Сын Божий, да, но именно ты, Христос, Сын Божий, потому что вот он ответ, да. И поэтому вот и наше-то откровение, как бы, да, христианское, настоящее правильное откровение, в том, что вот Христос – это не религия, да, и Бог – это не религия. Потому что вот тоже тут смотрел как-то на днях вот религиозные фильмы, и ты смотришь, что религия, она вообще как-то вот, ну, не задумывается особо о том, о чем написано в Библии, о правильном понимании там и так далее. У них больше как-то вот обряды, вот даже вот, знаете, да, этот фильм умер Петр Мамонов у нас, да. И мы знаем, что он такой православный христианин, много говорит правильного, да. И вот кто слушал, нет его чуть-чуть? Действительно так вот направляет людей к Богу. Ну вот вчера так попал, что посмотрел эту концовку фильма «Остров». И действительно такой вот, ну, духовный фильм, интересно, да, что вот как Бог, там человек жил в покаянии, в покаянии, расстрелял своего начальника вначале, и потом стал святым, Бог через него исцелял людей, жил в таком настоящем искреннем покаянии. И потом вот так чудесным образом, оказывается, тот человек остался жив, тот даже вот его дочку там от одержимого, да, от беса избавил. Действительно очень такая вот, как бы интересная история с красивой концовкой. Но вот в конце он все равно, он ложится в гроб, и его спрашивают там, тебе не страшно умирать-то, выразил? Страшно умирать. Он говорит, да умирать не страшно. Вот перед Богом стоять страшно. Грехи едают. И вот, ну, понимаете, и я как бы вот понимаю вот этот вот отрыв иногда как бы религии от того, что написано в Библии. Когда мы как бы вот, ну, не до конца оцениваем эту жертву Христа. Человек, ну, как бы, потому что во Христе Бог грехи простил. Какие еще грехи тебя давят? Ты уже даже там для Бога столько сделал, послужил и все равно, да? И вот тут вот давят грехи. Что это? Куда это? И вот, ну, я говорю про то, что религия, она любит все замешать одно в другое, знаете? Конец, начало, все смешать. Покаяние и уже, ну, дальнейшую жизнь как бы в святости. Все перемешано. И вот так часто и у нас бывает, что у нас все перемешано. Что-то мы действительно знаем, что-то мы знаем из Библии, что-то нам кто-то другой сказал. Вы вообще проверяете, что вам христиане другие говорят? Вы умеете вообще фильтровать? Вы умеете фильтровать вот проповедь? Вы должны фильтровать. Даже я здесь могу что-то сказать, то, что, ну, как бы, вот на самом деле не будет соответствовать истине. И ты должен уметь, сказать, отделить это от человека и сказать, нет, вот в Библии по-другому, и я пока не готов это принять именно вот так. И, может быть, это будет более правильно для тебя, чем ты просто слепо вот всему поверишь, то, что я говорю. Я учился это делать. Как бы вот мои глаза, вот мой взгляд менялся. Что то, что человек стоит за кафедрой, это еще не значит, что все, что он говорит, это истина. Мы должны научиться жить, но Христос – это истина. Аминь. И вот с этим откровением мы должны жить. Тогда мы не разочаруемся ни в церкви, ни в пастыре, ни в брате своем, который тебя там обидел или еще что-то сделал. Потому что вот, ну, единственное правильное основание. Вот тот, кто никогда не предаст и не подставит. И так интересно, что вот следующая иллюстрация, когда Иисус дает Петру вот эту вот, и хвалит его, да, ты крутой, ты получил откровение, и это от Бога, и я на всем камне построю церковь. Знаете, что следующее там происходит? Кто помнит? Вот прямо здесь, да. С этого времени Иисус начал открывать ученикам, что Ему должен идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, пересвященников и книжников, и убитую в третий день воскресну. И отозвав его, Петр начал прикословить Ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Ему, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вот за это я люблю Петра. Знаете, потому что он обычный человек. Он нормальный, обычный человек, который, с одной стороны, имеет откровение Божье, он верит в то, что он избранный, и то, что вот Христос с ним и обратил на него свое внимание, и это не какая-то иллюзия, это вот действительно настоящее. И в тот же момент он перепутывает какие-то вещи. И даже то, что Иисус его называет самим сатаной. То есть тут до этого, блажен, ты построил церковь, ключи тебе дам, будешь открывать, связывать, развязывать. И тут, тут же этот же Петр, буквально через какое-то короткое время, отойди от меня, сатана. Вот цель Ави называется. Такова жизнь. И такова жизнь нас, как бы как христиан. Поэтому я, вот знаете, я даже у меня к Петру как-то все время отношение менялось. Вот я всегда хотел быть Давидом, Павлом, там, я не знаю кем, Соломоном, чтобы денег было много. Ну, как-то вот никогда не хотел быть Петром. Потому что вот он какой-то такой, персонаж такой. Именно потому, что он обычный. Именно потому, что он вот для меня. И потом мне, когда начало все это открываться, потому что вот он, он действительно ближе всего, как ко мне, как личность, как человек. Вот он такой, вот вскрытый со своими этими. Никогда от тебя не отрекусь. Никогда. Все отрекутся, а я удержусь. И попытался, да, и потом раз, и быстренько переобулся там три раза. И вот, и мы вот не хотим быть Петрами часто. Но именно с Петром у Иисуса вот такие близкие отношения. Помните, вот именно с Петром у него вот этот вот диалог там, да, когда после ночной рыбалки. Любишь меня, Петр? Да, вот. Больше ни с кем нет такого диалога. Просто вот, да, вот это вот признание в любви. Как Богу очень важно услышать от нас признание в любви. Да, вот признание именно вот в том его состоянии, когда он шел за Христом, потом он вот здесь вот отрекся от него три раза. Не знал, куда со всем этим деться, как это все пережить. Потом до него дошло, что Иисус умер за грехи, да, и что это должно было так произойти. Все, он уже начал это принимать, 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 да, переваривать и переваривать. То, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Что не я такой хороший, что Бог меня избрал. Это Бог такой хороший, что меня избрал. Бог нас избрал. Бог меня избрал. И я вот эти вот, понимаете, я вот христианин, он живет вот этими вещами. Он вспоминает, он видит, где Бог с ним говорил, где Бог его вел, где Бог поставил эти вот какие-то вот знаки опознательные, чтобы ты возвращался, то и вспоминал. Нет, у меня живые отношения с Богом. Нет, Иисус открылся мне в моей жизни. Я действительно встретился с Ним, и вот, ну, я настоящий. Меня больше всего вот в жизни это волновало. Я уже тоже про это рассказывал, что вот в начальном своем таком христианстве я много молился именно о том, что Бог, я хочу, чтобы у меня было по-настоящему. Чтобы я был настоящим христианином. Я так много видел вокруг ненастоящих христиан. Я так вот видел, что одни упали, другие упали, третьи упали. Я думаю, и что, и я тоже, что ли? Ну, неужели вот все вот для того, чтобы я тоже был ненастоящим? И вот, ну, моя мечта была быть настоящим. Просто вот. А вот настоящий он такой, как Петр. Знаете, вот он, сегодня он горит откровением. Иногда он ошибается, уходит, но потом приходит, и вот у него есть этот диалог с Христом. «Любишь меня? Любишь меня?» Я не знаю, я вот сегодня молился, и я хотел вам вот это вот передать. Знаете, вот что мы привыкли, ну, не то, что привыкли, знаете, вот прославлять Бога в собрании, петь вот эти письма, говорить, Бог, ты достоин. Знаете, это все могут. И фарисеи могли это делать очень красиво, знаете. А вот сказать Богу, я тебя люблю, это ответственность. Знаете, это вот, это вот, ну, действительно, действительно, ну, это стоит, это тяжелее. Это ты копаешься в себе в этот момент. Это ты, ну, это стоит. Это по-другому. Но Бог хочет, чтобы мы это делали. И вот в этой истории Иисуса с Петром я вижу вот эту вот мысль, что Христу важно услышать, что Христос ждет от Петра, в чем вообще вот эта ценность Петра, что вот он обычный человек, призванный Иисусом Христом, видевший, да, какие-то определенные моменты, прошедший. И потом вот эта кульминация. Любишь меня? Да. Любишь меня? Люблю. Любишь меня? Ты знаешь, Господи, что люблю тебя, да. И вот с каждым этим разом человек утверждается, ну, как бы, и Петр утверждается, и Христос позволяет, вот, да, Христос хочет, чтобы Петр утвердился. Вот ему вот это вот важно. Потому что вот действительно ты не случайен здесь на земле. Ты не случайно услышал Евангелие. Ты именно встретился вот со Христом, вот с этим единственным, с которым многие никак не могут еще встретиться. А ты уже встретился. И вот оно, христианство. Именно в том, что ты встретился со Христом. В том, что вот кто Он для тебя. И второй такой момент, который бы я хотел, ну, и можем про Петра, опять же, еще одну ситуацию рассказать, что вот, ну, опять же, несмотря на то, что Он уже стал апостолом, да, и вот этим вот первым апостолом, он все равно как бы вот продолжать быть человеком в этот же момент. Вот это тоже парадокс христианина, что даже становясь вот святым, выполняющим большую даже миссию, он продолжает быть христианином. Помните? Ой, человеком ошибающимся и переобувающимся иногда. Помните, как он, когда апостол с апостолом Павлом переобулся там разок? Когда апостол Павел был, я не помню, где они были, в Ефисе или в Каринфе, ну, где-то, да, у язычников, и пришел туда Петр. И вот он там общался с Павлом, и он увидел благодать на язычниках, и сидел с ними, ел, и потом написано, пришли люди от Иакова, и Петр куда-то исчез. Ему звонят, а там абонент не абонент. Вот. Вроде как случайно, да, как обычно, да, вот нам звонят, и абонент временно недоступен. Вот так же и Петр. И там написано, что даже вот это вот лицемерие Петра в заблуждение ввело даже в Арнаву. Да, то есть вот, ну, на него смотрели даже, да, вот он каким-то вот этим страхом своим напугал даже в Арнаву, что в Арнаву начал таиться, да. Вы представляете, да, уровень. Это апостолы. Мы иногда вот от людей ждем тоже, да, чтобы вот все были на высоте, безошибочно. Вот человек, вот первый апостол. И ничего здесь такого вот странного нет. Вот. И поэтому апостол Павел говорит, я ему вот все высказал в лицо, и мы так понимаем, что Петр это принял. Вот он был способный принимать это. И поэтому вот опять же, будь таким человеком, способным принимать, способным вот даже как в этой истории. С одной стороны, ты утвердился, и ему сам Иисус дал утверждение, ты Христос, Сын Божий, что развяжешь, что будет развязано. И в следующей ситуации говорит ему, отойди от меня, сатана. Вот как это понять, как это принять? Ну, вот такова реальность. То, что мы все равно будем ходить в плоти, все равно будем где-то там ошибаться, нам придется Богу нас исправлять, поправлять. И вот ничего в этом плохого нет, что твоя жизнь, она будет где-то моментами наружу. Понимаете, вот я поэтому, вот я говорю, что мне трудно было всегда уважать Петра. Не знаю, это какое-то внутреннее состояние, знаете, потому что вот он тут накосячил, тут накосячил. Такой апостол с душком. Но, тем не менее, он настоящий апостол, которого любит Христос и который любит Христа. И который в конце своей жизни заканчивает свою жизнь. Знаете, да, и вот его... Ну, как бы она такая... В Библии не описана, но такая красивая история, что были гонения в Риме, апостол Петр был в Риме, и христиане, естественно, хотели его сохранить. Это же апостол Петр, ему еще надо служить, и он так нас вдохновляет. И вот они его выводили из Рима. И Петр шел, и вдруг ему... Либо увидел видение, либо это действительно так. Он увидел Христа, идущего с крестом в Рим. И он понял, к чему Бог его призывает, развернулся и пошел в Рим. И принял там свои страдания, принял там свою вот эту мученическую смерть, отказавшись быть распятым, как Христос вверх головой, сказал, что меня, пожалуйста, наоборот, потому что я не достоин быть так распятым. То есть вот он Петр. Вот оно, опять же, изменение. И вот заметьте, как, опять же, мы читаем Евангелие, мы читаем про Петра в Евангелии, вот какой он там ходит, а потом читаем уже в Деяниях, и потом читаем его письма. И вот действительно, как разные люди, как действительно вот изменения. То есть человек уже совершенно другим авторитетом говорит, действует и так далее, и это звучит. Поэтому вот, в принципе, что такое жизнь, да, измененная жизнь, да, полжизни был рыбаком, планировал закончить жизнь рыбаком, но Христос явился в его жизнь. И вот, ну, вот наша тоже суть нашей жизни, что Христос явился в твою жизнь. Ты слышишь сейчас о Нем. Твой выбор, твое решение, вот, насколько ты хочешь быть близко к Нему. Вот это было решение Петра, быть близко к Нему. Знаете, да, у Иисуса было три любимых ученика, которых он все время брал с собой. И вот мне нравится такая версия, что это не только Христос их выбрал, сказал, вот вы три, и я с собой. Это они сами его выбрали. Мне очень нравятся вот, ну, ребята, которые, вот, и вообще люди, которые вот взяли и выбрали место поближе. Знаете, всегда есть вот кто-то сядет и там. Но вот ты сидишь там часто, и вот и жизнь так же. Это тоже неплохо, были разные ученики. Но вот эти три ученика, три близких ученика, они сами вот выбрали быть близко к Иисусу Христу, и всячески это показывают. Они вот, да, как хорошие ученики учились. Знаете, да, вот я тоже первую половину своей жизни все время просидел на задней партии. Это вам тоже рассказывал, да. Но на задней партии это другое, ты мимо, часто контекст. Ты вроде и здесь, но тебя все время что-то отвлекает, у тебя какие-то там с кем-то общения параллельные, какие-то смешочки там и так далее. Но тот, кто на первой партии, все, он вот, там самое лучшее место передачи информации. Поэтому пророчествую тебя, Серега. Я сегодня Саньку тоже пророчествовал, говорю. Как-то вот меня прямо это почувствовал. И вот я это благословляю. Я рассказывал про свой, по-моему, да, вот опыт, что когда я был в центре, и там все так было построено, что, ну, на собрание хотели все всегда, и там были учения еще по понедельникам. И вот туда ходили уже только ответственные, вот уже духовные, уже, вот, ты всегда там хочешь быть вот в этом вот числе. Ну, а так как вот ты только начинаешь еще, то возьмут на одно собрание, потом на три не возьмут тебя туда. Я помню, я так захотел, что я сказал, я всегда хочу быть на учениях. Потом начал играть на гитаре и всегда был на этих учениях. Знаете, даже иногда уже, ну, когда же я схожу куда-нибудь отдохну. Ну, вот она, понимаете, вот, ну, вот что ты хочешь, хочешь ты быть близко или нет. Вот Петр, он был такой, он сам хотел быть близко, он сам был ревностным, он сам был вот таким вот. Иоанн, да, лежал на груди Иисуса, это тоже вот был его такой выбор. Поэтому не будьте просто в толпе, не будьте просто. Будьте вот это, имейте это дерзновение, как у Петра, да, быть ближе. Не пропускать ни одного слова, да, выходящего из уст Божьих. Будет много разного, да, будет казаться, что это вот, ну, все уже слышал много раз, но оно работает. И вот второй момент, который просто хотел осветить немножко, мы сегодня не будем долго, это про пророчество. Пророчество не уничижайте. Давайте откроем 1 Тимофея. Потому что вот даже Христос Петру, он ему пророчествует, да, он ему говорит, кто он, да, что ты, Петр, на всем камне я построю, я дам тебе ключи, то, что ты свяжешь, то, что ты развяжешь. Потом он ему, когда они в конце, помните, расстаются, и он ему тоже говорит, что, когда он спрашивает про апостола Иоанна, а он куда, он говорит, если я хочу, чтобы он пребыл до того, как бы, когда я приду, тебе что до того, ты следуй за мной, да, ибо когда ты был молод, ты шел куда хотел, когда ты состаришься, тебя поведут туда, куда ты не захочешь, да. Тем самым он ему сказал, что какой смертью прославит Петр Бога. И вот я однажды увидел, как вот это пророчество, оно просто Петра спасло. Помните, когда Петр был четырьмя четверицами, его стерегли, его Ирод убил Иакова до этого, Петра схватили, все уже, все, приговор вынесен уже, на следующее утро его выведут и убьют, стерегут его четыре по четыре, то есть, ну, как бы, вообще нереально там, никак его оттуда вытащить. И даже спит с кованой цепями по бокам два солдата. Вот попробуй, и завтра уже выводят, все, они, то есть, вы представьте, что это не просто так его посадили там в тюрьму и завтра выведем, нет, была усиленная охрана, и именно до завтра. Они хотели сделать все быстро, то есть, их не было желание. Получилось? Не получилось. Почему? Потому что Петр смог уснуть. А почему Петр смог уснуть? Потому что Петру было сказано, что ты состаришься. Понимаете? Вот состаришься. Не знаю, как что произойдет, но он ему сказал. Знаете, вот мы иногда, мы должны вот увидеть, что заложено в пророчество, которое нам, как бы, вот преподнесено когда-то. И ты свое пророчество можешь получить, ну, по-разному вообще, да, в разных ситуациях. Но очень часто и очень важные пророчества мы получаем именно при возложении рук, например, там, после крещения, да. Вот то, что было с Тимофеем, вот 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих. Не, не роди, а пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Вот важный момент. То, чем часто, я считаю, в церкви пренебрегается и неправильно, как бы, нам это все, ну, может быть, не делается акцента того, который бы нужно было сделать. Знаете, вот мы как-то людям по пророчеству или все их отпустили, не напоминаем им. А на самом деле, вот смотрите, как здесь. Не не роди, а пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству. Понимаете, как это работает? Вот на тебя было произнесено какое-то определенное пророчество во время крещения, во время рукоположения. И ты вот, ты его знаешь. Потому что то, что произнесено, и ты забыл, это вот как раз не так важно. А вот то, что ты помнишь, то, что тебе было произнесено, вот не ради об этом. Развивай это, да? Потому что тебе именно это дано. Потому что это именно вот так вот работает. Я в последнее время как бы вот, как бы это как понимать стал, когда молюсь за людей, и у меня даже такая штука, что я как будто дары раздаю. Вот как-то, знаете, с одной стороны, кто я, чтобы раздавать дары? Но я хочу, чтобы Бог использовал меня, потому что это по Библии, что вот, потому что я же тоже это делаю как бы с ответственностью, не праздно, так сказать, произнося эти слова, да? Я верю, что я находюсь в Духе Святом, я думаю об этом человеке, я думаю о дарах, я знаю дары, и я имею власть раздаю. Потому что вот, к чему Петру было сказано? Чего свяжешь, то будет связано. Чего развяжешь, то будет развязано. Вот таким вот образом это работает. И здесь написано, что не не ради, а пребывающим в тебе даровании, которое было дано тебе при пророчестве и возложении рук. Понимаете, вот как Бог, Бог с нами считается. Бог, вот, ну, мы хотим, чтобы мне дары сам Бог дал. Вот, чтобы сам Бог мне вот произнес и мои дары, мы хотим этого, да. Но есть некая другая, и бывает и так тоже. Но очень важно, чтобы ты вот и это тоже знал, и понимал, что это действительно работает, и это так есть. И почему? Потому что на самом деле пророчество, оно дается нам не для того, чтобы мы что-то узнали, и только как знание, а для того, чтобы мы кем-то стали. Скажи Аминь. Еще раз подумай. Пророчество тебе дается не для того, чтобы ты узнал что-то, как информацию, как вот что-то узнал незнаемое, а для того, чтобы ты кем-то стал. И это, ну, действительно, вот в этом и заключается суть и смысл пророчества, и суть и смысл верующего. Да, вот Иисус услышал эти, Петр услышал от Иисуса эти слова, и стал уже себя видеть по-другому, думать о себе по-другому. Да, что он апостол. И это апостол, оказывается. Да, и вот он, ну вот, и вот именно то, что он это понимал, то, что когда-то Иисус ему сказал, что свяжешь, что будет связано, что развяжешь, что будет развязано, как бы вот он видел, как Иисус действует. Да, и вот он был этот первый хромой, который сидел около ворот храма, когда покаялось много людей, когда он просто ему сказал, что им, серебра и золота у меня нет, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Вот он, Петр действует в дерзновении, в апостольском, с верой, с верой в пророчество, да, и вот практикует свой дар. Поэтому, ну вот, мы должны вот научиться, вот через Петра, через все эти ситуации, не зарывать это. И Павел Тимофею об этом пишет. Он говорит, не пренебрегай, не неради об этом, потому что ты получил дар через пророчество при возложении рук. Вот это вот очень важно. Ну и вообще, есть в другом месте написано, пророчеством не пренебрегайте. Пророчеством не пренебрегайте. Почему так говорится? Потому что у людей есть это. А, что-то там было сказано, кем-то было сказано, как-то вот, да, вроде меня коснулось, но ты этим как бы пренебрегаешь. А Библия говорит, не пренебрегай, потому что это и есть вот эта вот сильная штука. Помните, как ангел пришел к Гедону? То есть к Гедону пришел человек и говорит ему, встань, муж сильный. Я? Он прячется от Мадянитян, выколачивает пшеницу, его род самый маленький, он в своем роду самый младший, и тут вдруг ему, встань, муж сильный. Потому что вот, ну, Бог таким образом действует. Бог вот говорит вот эти вот слова, и кто вот, ну, как бы в них поверит, кто за них схватится, тот и станет этим. Потому что Бог ему говорит, Бог уже видит будущее. Бог знает, кем ты станешь. И Бог уже тебе говорит в твоем вот этом времени, как будто вот он знает тебя там. И мы вот должны научиться жить из будущего. Помните, я тоже как-то об этом говорил. Поэтому вот, ну, очень важно. Я говорю, что собирайте вот эти пророчества о себе. Накапливайте в сердце, как Мария делала, складывала, складывала слова в своем сердце. О том, кого она носит, кого она рожает и так далее. Да? И кого она растит. Потому что вот именно в твоем откровении, да, в твоем вот этом пророчестве и заключена основная сила. Основная сила того, кем ты станешь. Потому что вот мы действительно, ну, становимся. Так же с Давидом было, да. Ему пришли, елей на голову вылили и сказали, ты царь. Но царство почему-то никто не дал. Представьте, да, еще прошло много-много лет. А потом вдруг пошло, тогда к Саулу взяли, певцом стал, Голиафа убил, генералом сделали. И он подумал, все, вот оно, быстренький такой путь, не так уж и сложно было. А потом началось гонение, 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 да, и так далее. И уже жизнь не из позиции со всеми ресурсами, которые к этому прилагаются, да, а именно вот из пророчества, именно из вот этого внутреннего состояния он стал лидером вот этих людей, которые были достаточно негодными люди, да, которые пришли к нему в пустыне и начал вот ими там руководить, управлять, что-то делать, да, вот как я в репцентре. Но я рад, что вот у меня уже есть люди, которые хотят занять эти позиции первые. И вот, ну, это важно. И будьте вот этими людьми, которые поверят и пойдут. Знаете, поверят и пойдут, примут эту позицию. Я вот, ну, тоже как-то вот, у меня этот пример крутится, последний уже расскажу, как Бог со мной тоже говорил, что вот я был в РЭТО, и у меня был директор, он очень любил играть в футбол, я тоже играл неплохо в футбол, и меня как бы вот звали, брали там, когда делались какие-то сборные на сборную, там сборная России против сборной Испании. я помню, испанцы победили один раз, когда я за них играл. Шутка. Ну, действительно, вот на моей памяти они нас один раз, вернее, они один раз обыграли русских, когда играл я за них, со счетом 1-0, потому что я им не дал забить ни одного гола там в защите. Вот. И вот однажды этот человек, ну, как бы, а я привык всегда в защите играть, и в хоккее, и в футболе, меня когда-то сделали защитником, я очень не хотел, когда вот мы в детстве там разбирали эти позиции, я тоже хотел в нападение, моих лучших друзей сделали нападающим, а меня вот что-то защитником сделали. Я пришел к тренеру ругаться, и он мне сказал такой, сильные игроки нужны в защите. Это очень важно, сильные игроки. И вот я прям съел это, и все, стал защитником, и вот жил так полжизни, как защитник. Знаете, что такое защитник? Защитник это вот надежный, вот у нас, как говорят, техничный защитник, враг команды. Знаете, это когда защитник берет на себя такие функции нападающего, начинает обыгрывать, и вот он врагом команды является, потому что его задача быть надежным, его задача поменьше импровизировать, просто отобрал, отдал, отобрал, отдал, все, работа такая. И я вот как-то полжизни, и я видел себя так. Но вот однажды вот этот человек, мой директор, он видел же, как я играю, и все, и мы стали делиться опять в какой-то там раз, и я такой раз, и назад там пячес, и он на меня смотрит, и говорит, ты в защиту? Ну-ка быстро вперед. Какой ты защитник вообще? То есть, понимаете, и вот этот человек, он меня увидел так, и я увидел себя через его глаза по-другому. Какой я защитник? И вот у меня появилась вот эта мечта, в середине жизни, да, даже, пойти туда, вперед. Потому что что такое нападающий? Нападающий – это творчество, это ошибки, это ответственность, но это вот позволить себе творить. И, да, как вот в футболе, в хоккее, знаешь, если ты забиваешь и постоянно забиваешь, тебе все прощается. Все твои косяки, все твои ошибки, вот только давай забивай, парень. Мы готовы тут пахать, трудиться, в защите отбиваться, только забивай, понимаете? И вот, ну, как бы, я вот когда-то, вот, вот, про что я рассказываю, да, про некое пророчество, да, что вот этот человек, сам того не ведая, произнес пророчество в мою жизнь, дал мне взгляд, которого у меня не было, да, и он же духовный человек, и я вот, ну, спокойно смог вот это вот принять и применить. И вот во второй положении я стал это применять. Вот моя карьера в хоккее тоже сложилась достаточно успешно уже после этого, потому что когда я тоже, пришел сюда, и мы начали заниматься хоккеем здесь, и все мои друзья, они знали, что я защитник, и они уже тренеру сказали, что я защитник, и вот меня тоже поставили как бы защитником, но я уже жил с другим взглядом. Я уже твердил постоянно, не хочу быть защитником, не буду защитником. Первую половину жизни был защитником, теперь буду нападающим. И все. Вот я просто, не было возможно, я в какой-то момент я там подходил, сказал, ну там, ну посмотрим. Там, знаешь, вот и все. И я помню, я начал сезон в третьем звене защитником, закончил сезон в первом звене нападающим с одним из лучшим, кто забивал голы. И по-моему, из своей команды я больше всех забил. Вот таким образом, ну, так работает пророчество, я тебе хочу сказать. Понимаете или нет? То есть я сейчас не себя как-то, да, вот тут расхваливаю, мы просто показываю, как, что может быть с человеком, который верит, и который держится за это, и двигается в этом. Аминь. Понимаете, поэтому нам нужен этот взгляд, как ангел пришел к Гидеону, и говорит, встань, муж сильный, да, ты, Петр, на камне построю, будешь связывать, развязывать, у тебя ключи и так далее. Понимаете? И потом он, мы видим, Петр действует с властью, да, он крестит Корнилия, да, он получает эти откровения, он, ну, много там, где движется, да. Поэтому жизнь меняется. Бог хочет действительно изменить твою жизнь, качественно изменить твою жизнь. Вторая жизнь существует. Настоящая, полная, не какое-то приложение к той твоей первой жизни. Нет, это вот действительно, вот все может измениться. Насколько ты сможешь в это поверить? Насколько ты сможешь это принять? Насколько ты сможешь за это сам схватиться? Потому что мы за это хватаемся верой. Понимаете? Верой. Тебе, ты не всегда будешь видеть подтверждение, ты не всегда будешь видеть результат. Ты много раз будешь встречать сопротивление с этим. Будут люди, которые будут тушить в тебе это. Ты нападающий? Ты всю жизнь защитником был. Зачем тебе это надо? Я говорю, да, всю жизнь был защитником. А вот сейчас хочу быть нападающим. И все. И буду играть так, чтобы я был нападающим. Всю жизнь я слушал там как-то других, поддерживал других, имел мнение других. А сейчас я хочу иметь свое мнение. Я хочу иметь свои откровения от Бога. Я хочу иметь свое личное свидетельство. Я хочу иметь, чтобы мои дары работали. Я хочу иметь вот эти вот подтверждения, исцеления, я не знаю, того, как Бог работает. Потому что Он живой. Встреча с Иисусом меняет людей. Реально меняет людей. И мы видим это на апостоле Петре и на всех-всех-всех. Поэтому это то, что я тебе хотел сегодня оставить, передать. Верь в Христа. Понимай, что ты обычный, но вот эта вот необычность, да, Бог приходит в жизнь обычных людей. И наполняет эту жизнь сверхъестественным. Это его вот такая суть. просто верь в то, что Он Христос. Вот оно исповедание, да. Не в том, что ты там что-то сделаешь. Он Христос. Все остальное вытекает. Верь в пророчество. Верь в то, что вот на тебя возлаг... в то, что тебе было сказано, когда возлагались руки. Или будут возлагаться руки. Да, то есть как бы потому что, ну вот, кому это хочется, ты это получишь. Даже если когда ты крестился, вот было так, что на тебя не возлагали руки, не пророчествовали, будет момент, когда ты выйдешь и тебе попророчествовать. Ну или ты и так, да, уже имеешь что-то, да, что ты сам хочешь иметь. Иногда вот, ну мы должны себя спрашивать, да, какие у меня дары? А какие ты хочешь? Какие ты хочешь? Каких ты хочешь двигаться? И это большой как бы будет тебе знак. Потому что вот те, которые не твои, ты их особо и не хочешь. Аминь.